Я Олег Старакат, я руковожу отделом контроля качества либо тестирования. Это Алексей Кирсанов, он уже представлялся. Здравствуйте еще раз. Сегодня у нас доклад, не то что доклад, больше мастер-класс. Мы будем рассказывать про, как вы видите, уже про использование REST в бизнес-процессах. На прошлой партнерской конференции мы говорили о том, что хорошо бы и как мы видим. Мы видим бизнес-процессы как инструмент, который позволяет нам кастомизировать облако. Более того, он позволяет нам связать те инструменты в какую-то одну часть, бизнесовую часть, бизнесовую, и продавать это. Если мы говорим про коробку, то это сделать очень легко, потому что доступно API, есть разработчики и коробка открыта. А если мы говорим про облако, то, естественно, по соображению безопасности этого сделать нельзя. Но мы все равно в течение последнего полугодия, Алексей, сделали шаги в упрощении этого. Мы, в частности, выпустили несколько новых активитей. Я здесь перечислил. Наверное, одно из долгожданных это активитей по работе с диском. Я не буду перечислять, что они делают. В общем-то и так понятно. Я знаю, что радовались коллеги, что теперь можно по умолчанию использовать, работать с диском. Появилось создание элемента списков. Появился у нас запуск бизнес-процесса. Это действие появилось у нас во вторник. Я знаю, что его просили очень давно. Оно уже сейчас, прямо сейчас у вас доступно в облаке. Я об этом нигде не писал, сейчас об этом говорю. И плюс у нас появилась еще взаимосвязь с живой лентой. Вот есть из вас здесь, кто занимается интеграцией и внедрением бизнес-процессов в компаниях? Вам этого достаточно? Нет? Счета нужны. Спасибо. Тогда остановимся. Шутка. Мы придумали что? Мы говорили, что хорошо бы уметь как-то кастомизировать наше облако. То есть дать вам заработать еще больше. Потому что, например, после каждого вебинара по бизнес-процессам ко мне пишут слушатели. Ну, помоги внедрить то или иное. Я ради интереса смотрю, что же спрашивают. Большую часть можно решить стандартными способами. То есть стандартные активити нам помогают. Но процентов 50-40 им требуется кастомная доработка, которую, к сожалению, нельзя сделать в облаке. Теперь такая возможность у нас появилась. Мы выпустили REST. Мы не писали об этом нигде. То есть я знаю, что несколько человек, Максим, да, пробовали у нас работать с REST в бизнес-процессах. Было дело? Было дело. Удобно? Удобно. Окей, хорошо. То есть мы специально обкатывали, я не помню, то ли месяц, то ли два. Обкатывали, что же это такое, не удастся ли там что-то у нас в облаке завалить. А сегодня, сейчас Алексей расскажет вам, как, собственно, как пользоваться этим. На примере конкретного бизнес-процесса. Да, давайте начнем. Давайте уже начнем с сам мастер-класс. Мы будем показывать, как работать с REST в бизнес-процессах на примере бизнес-процесса. Ну, в данном случае я выбрал проверку контрагента в CRM. Давайте пробежимся. Я кратко совсем пробегу, потому что самая интересная часть будет у Алексея. У нас будет две роли. У нас будет менеджер продаж, который будет работать с CRM в компании. И у нас будет юрист. Они, естественно, будут общаться через живую ленту, выяснять какие-то вопросы, комментарии. И, само собой, через задание БП, как стандартный инструмент, с которым вы уже все давно-давно знакомы. Да, будет запускаться автоматически, будет запускаться бизнес-процесс после добавления компании. Ну, здесь я уже, это, можно сказать, почти запись с вебинара о том, как я создавал бизнес-процесс. Я думаю, что здесь нет смысла особо восстанавливаться. И все равно, коллеги, те, кто мне пишут, они спрашивают те вопросы, элементарные вещи, которые можно сделать с помощью наших стандартных действий. То есть, вот я вижу в этом возможность заработать элементарно, используя какие-то вот даже наши стандартные действия, не используя REST. Ну, я, наверное, остановлю это видео, потому что там это просто процесс создания самого бизнес-процесса с имеющимися действиями. Ничего сложного. Если вы занимаетесь, я думаю, что вам это просто. Я хочу сделать так, чтобы мы показали, как работать с REST. Для этого у меня была такая задача. И у нас, кстати, была такая задача внутренняя. Мы хотим, чтобы… Ну, вы знаете, что такое задание бизнес-процессов, да? Именно задание. Известно. Мы хотим сделать так, чтобы ключевым механизмом управления бизнес-процесса стали задачи. Была такая реальная задача. Я контролирую действия своего менеджера, и я хочу видеть его занятость, ставить ему крайние сроки, планировать ставить оценки за эти задания. В бизнес-процессах этого сделать нельзя сейчас. Потому что там задание, и там, естественно, просто факт прихода того, что мы сказали. Мы хотим сделать так, чтобы это было можно. Мы хотим сделать так, чтобы задача у нас являлась ключевым механизмом одобрения действия юриста, либо менеджера, либо отправки на доработку какого-то вопроса. С помощью REST мы сейчас это будем делать. Что я хочу, чтобы было? Юристу будут приходить не задания бизнес-процесса, а будут приходить задачи. Все коммуникации будут проходить внутри задачи. С помощью комментариев. Если кто знает, кто хорошо, глубоко работает с бизнес-процессами, знает, что такие коммуникации можно вести, и они будут отображаться в логах бизнес-процесса, что совершенно неудобно, на мой взгляд. То есть это нужно лезть, выяснять, а здесь будут сразу же задачи, и мы, например, руководитель вот этого менеджера сможет посмотреть, где были какие-то вопросы, обсуждения и так далее. Наверное, будем сейчас создавать сам REST, само действие, да, Алексей? Да, перейдем уже непосредственно к REST. Давай я тебе дам кликер. То, что захотел Олег через стандартные действия не сделать, потому что он захотел иметь возможность работать с чек-листом задачи, а через стандартные действия задачи, насколько я помню, он у нас не рулится. Но, к счастью, у нас есть REST. У нас появилось новое разрешение бизнес-процесса, и, что самое главное, появились новые REST-методы для работы с бизнес-процессами. На первых я не буду останавливаться подробно, потому что про них будет дальше слайды. На последних двух остановлюсь. BISPROCSTASKLIST позволяет получить задания бизнес-процессов, и BISPROCWORKFLOW INSTANCES позволяет получить список запущенных бизнес-процессов. Это оба методы списочные, то есть они позволяют по фильтрам получить списки информации, соответственно, по заданиям и по инстансам. Какая общая схема работы, REST-действия в бизнес-процессе? Когда мы размещаем действия в шаблоне бизнес-процесса и дальше запускаем бизнес-процесс, до него доходит управление и уходит пост сообщения на некий хендлер, ваше приложение. И в дальнейшем есть два варианта. Либо бизнес-процесс продолжает выполняться дальше непосредственно после этого, либо бизнес-процесс останавливается и ждет ответа от вашего приложения. В этом случае вам необходимо послать бизнес-процессу сообщение о том, что ему следует продолжить работу. Подробнее чуть позже расскажу об этом. Теперь, что нам требуется непосредственно в нашем приложении? В том, что хочет от меня Олег, то, что мы должны реализовать. Нам необходимо прежде всего подвеситься на события изменения задачи, для того, чтобы иметь возможность информировать наше приложение и бизнес-процесс о том, что задача меняется. Во-вторых, при выполнении нашего рез действия в бизнес-процессе будет уходить сообщение на наш хендлер на приложение. Мы будем обрабатывать эту информацию и создавать задачу в B24. И под цифрой 4 при изменении задачи будет уходить событие об этом изменении опять же в наше приложение. И мы, обработав это событие, будем отправлять сообщение в бизнес-процесс, для того, чтобы он продолжил работу с уже вновь появившейся у него информацией. Такая общая схема работы, которую мы попробуем реализовать. Ну, как всегда, начинаем мы с чего? Мы создаем, так сказать, приложение для B24, создаем его основу. Для начала мы подключаем JavaScript в библиотеку, REST API из которых нам нужны основные действия. Это init, это добавление в список обработчика события, что библиотека готова к работе. Нам нужен будет метод отправки запроса и метод пакетной отправки запроса, который отправляет тоже запрос, но сразу несколько запросов одновременно. Нам нужны будут методы для регистрации обработчика событий и, соответственно, снятия этого обработчика. Здесь я подробно останавливаться не буду, потому что для этого есть справка соответствующая, вот адрес приведен, и учебный курс разработчик BITRESS Framework. Там тоже есть уроки по поводу REST. На слайде вы видите, что мы создаем приложение для B24, в котором мы делаем две кнопочки. Первая кнопочка будет устанавливать наш REST Activity, а вторая будет удалять для того, чтобы, так сказать, полностью завершить цикл. Метод init я написал, но он, в принципе, ничего не делает. Он, скорее, для иллюстрации того, что здесь можно выполнять какие-то действия по работе с библиотекой после того, как она уже инициализирована. Давайте непосредственно напишем метод, который будет реакцией на кнопочку создать Activity и который будет непосредственно добавлять новый REST Activity, который будет доступен у нас в шаблоне бизнес-процесса. Для этого нам нужно вызвать REST метод без проц Activity Added и передать им необходимые параметры. Обязательные параметры – это код этого действия, он должен быть уникален в рамках вашего приложения. Это хендлер, это URL, на который будет уходить сообщение, когда процесс дойдет до данного Activity. И название действия name. Это может быть либо строка, либо может быть ассоциативный массив в том случае, если у вас требуется локализация. Но здесь же не менее важные параметры – это ID пользователя, токен которого будет использоваться для авторизации, и не менее важный параметр use subscription – это использование подписки. Помните, я вам говорил, что либо бизнес-процесс продолжит выполнение работы после отправки запроса, либо он будет остановлен и будет ждать, когда, наконец, придет к нему ответ от приложения. Это два возможных режима работы. Здесь нужно выбрать правильный режим. В случае, если ваше рез действия таково, что оно обязательно требует какого-то ответа, то есть оно должно что-то сказать приложению, например, отдать ему какую-то информацию или, допустим, сообщить ему выбор пользователя, в этом случае у вас в этом параметре должен быть Y, то есть вы используете подписку, то есть действие остановит бизнес-процесс, и он не будет продолжен, покуда не придет отклик. Если у вас действие просто информирует какую-то внешнюю систему, ну, допустим, запись влог или еще что-нибудь аналогичное, оно просто информирует внешнюю систему о том, что произошло вот такое вот действие, то вы ставите, соответственно, в N, потому что ждать ничего не надо. Событие произошло, информация ушла, все, на этом все остановилось. Вы можете оставить этот параметр незаполненным, тем самым дав на откуп пользователю решать, останавливать бизнес-процесс или не останавливать. Это, например, актуально для таких действий, которые, в принципе, самодостаточны, то есть они отправили информацию достаточно, но они, в принципе, могут возвращать какую-то информацию, если она нужна пользователю в процессе. Он поставит, соответственно, в настройках уже, что да, останавливать. Если не нужна, поставит, что не останавливать. Параметр properties – это массив параметров действия. Это те параметры, которые вылезут в диалоге настройки действия действия в редакторе бизнес-процесса. Именно их будут спрашивать у того, кто будет создавать бизнес-процесс. Return properties – это, соответственно, массив возвращаемых результатов действия. Если у вас действие что-то возвращает, то есть use subscription у него установлен в Y, то вот это как раз те параметры, которые вы должны вернуть. И эти параметры будут доступны в бизнес-процессе в дальнейшем для какой-то обработки в ходе дальнейшего выполнения бизнес-процесса. Ну и есть набор дальнейших еще дополнительных параметров, которые вы можете использовать. И в этом же обработчике, в этом же методе мы подпишемся на события изменения задачи за компанию. Потому что в любом случае оно нам потребуется, чтобы цикл полностью сработал. Давайте сразу создадим метод, который будет удалять наше действие. он не так нужен для нашей задачи, но для того, чтобы цикл разработки был полный, мы его создадим. Здесь мы подвешиваемся на метод безпроц-активити, выполняем метод безпроц-активити-делит, и он принимает всего лишь один параметр – это код действия, который нужно удалить. И здесь же мы отвяжемся от события, которое нам, очевидно, не нужно, если действие мы удалили. Что у нас будет в интерфейсе, когда мы нажмем, подключим приложение, Олег дальше на слайде покажет, как это делается. Нажмем на кнопочку «Встановить действие» и перетащим это действие в редакторе бизнес-процесса в шаблон. Что мы увидим, когда откроем его параметры? Мы увидим, в принципе, стандартные параметры, как и в любых других действиях. У нас будет заголовок, у нас будут все те параметры, которые мы описали при создании действия, при вызове методов. В данном случае это те параметры, которые необходимы нашей задаче. У нас будет текст статуса и флажок устанавливать или нет текст статуса, как и у многих других действий. У нас будет тот параметр «Ожидать ответа или нет», о котором я говорил. Причем, если вы поставите «Принудительно ожидать», то он будет недоступен для изменения. Или если вы поставите «Принудительно не ожидать», соответственно, он тоже будет недоступен для изменения. Если вы не установите его, соответственно, он будет доступен для изменения пользователям, и пользователь сможет сам выбрать, что ему нужно. И, наконец, будет параметр период ожидания. Это довольно стандартный параметр. В этих действиях он также работает. Сколько бизнес-процессу ждать внешнего отклика, то есть если отклик не придет за указанный промежуток времени. Если не заполнено, то будет ждать вечно. Нагрузки этой дополнительной не создает, потому что он на самом деле лежит в базе и есть не просит. Если вы укажете какой-то промежуток, соответственно, через этот промежуток времени бизнес-процесс автоматически поднимется, даже если не будет отклика от приложения, и продолжит работу, но, соответственно, он должен быть написан с учетом того, что он может подняться без отклика. Куда-то мы перепрыгнули. Чуть дальше. Вот. Значит, давайте создадим теперь серверную часть. нашего действия, нашего приложения. Вот, пошло. Значит, в общем-то, это непосредственно к нашей задаче отношение не имеет. Это просто, так сказать, обслуживающая часть, которую нужно реализовать для того, чтобы реализовать то, что необходимо Олегу. В общем-то, в общем виде вызов методов REST из внешнего кода выглядит примерно, как показано на рисунке. И ответ тоже стандартизован, формализован. Придет массив, ассоциативный массив, у которого могут быть разные ключи, но по-любому будет либо ключ result, либо ключ error. Хочу отдельно заметить, что в примерах, которые я показываю, я намеренно убрал всевозможные проверки, всевозможные валидации и все, что не относится непосредственно к алгоритму. То есть, если вы вдруг будете что-то похожее делать, вы должны думать о том, что здесь убрано все для того, чтобы оставить чистый алгоритм, то есть показать технологию, а не руководство к действию, потому что тут, например, не обрабатываются никакие ошибки, то, что он может вернуть ошибку, то, что тут могут быть какие-то ворнинги из необъявленных переменных. Это я все не учитываю, просто для того, чтобы, так сказать, показать только саму технологию. Я создал внутреннее хранилище, где мне нужно будет хранить связь между бизнес-процессом и созданной задачей для того, чтобы, когда придет от задачи уведомление о том, что она изменилась, я мог узнать, какой бизнес-процесс эту задачу поставил и какой интересуется вот эта информация об изменении. И сделал вспомогательный метод, с помощью которого я буду отправлять запросы на B24. Давайте теперь непосредственно реализуем обработчик, который будет реагировать на выполнение действия в бизнес-процессе. То есть, когда до этого действия дойдет управление, оно отправит именно сюда пост-запрос и давайте напишем, что должно происходить в этом случае. Пост-запрос будет иметь примерно такой вид, как показано слева. Там будет код бизнес-процесса, там будет EVET токен. Это специальная длинная такая строчка, с помощью которой потом можно будет идентифицировать однозначно бизнес-процесс и действия, которые его направили, для того, чтобы потом направлять ему обратно какие-то сообщения. Придет код документа, над которым запущен бизнес-процесс, соответственно, по REST вы сможете обращаться к нему. Придут свойства, включая properties, это те свойства, которые создатель бизнес-процесса настроил. И придет токен авторизации. Что нужно сделать нам? Нам нужно в этом обработчике с помощью REST API создать задачу. Для задач есть REST. С помощью также REST API задач создать чек-лист к этой задаче. Создается он здесь пакетным методом. Есть методы, которые по элементам создают чек-лист, но это будет неэффективно. Лучше сразу пакетом отправить все пункты этого чек-листа. И, наконец, нам нужно в нашей внутренней базе зафиксировать, для какого бизнес-процесса эта задача была создана. Потому что, вы помните, мы подвесили обработчик событий на изменение задачи, чтобы при изменении задачи, когда придет информация об этом, мы могли посмотреть, для какого бизнес-процесса эта задача была создана, и именно ему отправить сообщение, что ура, у нас задача куда-то сдвинулась. Если у нас бизнес-процесс остановлен каким-то действием, и, соответственно, он лежит в базе и ждет выполнения, до того, как бизнес-процесс будет продолжен, ему можно отправлять сообщение для записи в лог, например, для информирования о том, что происходит в приложении. Для этого есть метод безпроц-активити-лог, и, в общем-то, ему отправляется в параметрах event-токен, о котором я говорил, это именно тот параметр, который позволяет понять, в каком бизнес-процессе, какое действие породило этот запрос, и отправляется само сообщение непосредственно. И, наконец, напишем обработчик сообщения, события от задачи, об изменении этой задачи. Что мы в нем сделаем? Мы с помощью REST запросим всю нам нужную информацию об этой задаче. Дальше мы проверим, была ли она завершена, или с ней произошло что-то другое. Если она не завершена, то мы просто остановим выполнение. Нам это неинтересно пока. Если она была завершена, то мы проверим чек-лист этой задачи и в параметр запишем себе, все ли пункты чек-листа были отмечены или какие-то были не выполнены. И дальше мы отправим сообщение бизнес-процессу с помощью метода беспроц event-send. Ему передается токен авторизации, event-токен, это именно тот, который токен, о котором я говорил, он связывает этот запрос с конкретным бизнес-процессом и действием. Передадим сообщение, которое запишется в лог, и передадим в return values параметры, которые мы должны установить для этого действия. В данном случае у нас будет один параметр в примере, который печатается справа. Это именно флажок о том, весь ли чек-лист был выполнен. И на этом, в принципе, наша разработка завершена. Это уже целиковый механизм, который вполне успешно будет работать. Но единственное, что очистим в этом случае еще наше внутреннее хранилище соответствий между бизнес-процессом и задачей, потому что задача уже завершена, и информация ушла, и в принципе нам уже информация об этом во внутреннем хранилище не нужна. Да, ну да, теперь моя часть. Дальше мы просто лишь добавляем наше новое созданное activity в качестве приложения, добавляем его в облако. Просто видео, чтобы вы знали, как это делать. Я думаю, что раз вы работаете с marketplace, наверняка уже это знаете. Добавляется приложение, выбирается, где и с чем будет работать. Вот наши две кнопочки появились, видите, да? Это очень быстро я перемотал. Дальше я иду в настройку бизнес-процесса, и вот оно, наше действие. Я убираю лишнее. И, коллеги, обратите внимание, это самое настоящее activity, новое действие, которое можно настраивать теперь самому, вашему менеджеру либо вашему внедренцу. Вот те параметры, которые я показывал, которые мы в add методе сделали. Никакого кода на этом этапе практически, да, Алексей? Заполняем описание задачи постановщика, чек-лист, сохраняем наш бизнес-процесс, и теперь он будет у нас работать по-другому. А я, по-моему, не сказал, как он у нас будет работать, да? То есть я заранее скажу, прежде чем включу следующее видео. Юристу будет приходить задача с чек-листом, где будут заполнены данные, которые мы заполняли в действии. ИНН, КПП, то есть те данные, которые нужно проверить юристу, они будут у нас показываться в качестве чек-листа. Если юрист заполняет весь чек-лист и завершает задачу, это будет означать, что все хорошо, контрагент качественный, можно работать дальше. Если хоть какой-то один пункт чек-листа будет не заполнен и будет завершена задача, это будет означать, что контрагент плохой, с ним работать нельзя, завершаем бизнес-процесс, останавливаем. Финальный запуск. Как это у нас, собственно, выглядит? Менеджер запускает компанию, заполняет все необходимые данные, названия, ИНН, КПП, телефон, юридический адрес, стартует наш бизнес-процесс, юрист получает, обратите внимание, ссылку на задачу, он переходит в задачу, показывается чек-лист, он заполняет все необходимые действия, которые он уже проверил, данные. Если возникают какие-то вопросы, общение происходит внутри самой задачи на комментариях. Там никакой обработки REST нет, это внутренние механизмы. Выясняются вопросы в моем примере, все хорошо, лайк, спасибо, убираются все остальные чек-листы, завершается задача. Завершается задача. Наш менеджер получает уведомление о том, что все хорошо, контрагент хороший, получает ссылку на компанию, переходит в компанию, и для истории отмечается, что контрагент одобрен. Коллеги, мне кажется, теперь у вас есть вообще офигенный, замечательный инструмент для кастомизации. Что скажете? Круто? Ну и конечно, кто хочет дополнительно заработать, все это можно опубликовать в маркетплейсе. Либо отдельно шаблон бизнес-процесса. Алексей, можно уже сейчас это сделать? В маркетплейсе можно публиковать приложение. Приложение может содержать действия, произвольный набор, при установке они соответственно будут устанавливаться, эти действия, и в дальнейшем клиент сможет ими пользоваться. Шаблон, готовые шаблоны бизнес-процессов у нас есть в ближайших планах сделать возможность через рез создавать шаблоны бизнес-процессов. Так что я думаю, что именно шаблоны в самое ближайшее время, а действия уже сейчас можно. Да? Ну, коллеги, у нас все. Ждем вопросов. Денис Диденко, компания МИД. Ну, вопрос, собственно, один. Мы вот не так давно в кулуарах обсуждали, когда в коробке будет то же самое REST API. А имеет смысл вам REST API в коробке? Там же есть нормальная API. Смысл на самом деле имеет хотя бы для того, чтобы унифицировать разработку под коробку и под облако. Пока что, я знаю, таких планов нет. Да, Юра? Есть? Окей. Следующий вопрос. Планы есть, здорово. Да, плюс один по поводу унификации REST API облака и коробки, потому что есть, в принципе, потребность у клиента, когда он живет в облаке и либо переезжает в коробку, его нужно точно тот же функционал поддерживать в коробке, либо изначально клиент с коробкой приходит и говорит, а мне нужно вот это приложение из облака. Да, поэтому плюс один. А второе, соответственно, вы полечили ли проблему, когда приложение удаляется и, соответственно, нужно отписываться от всех событий и прочее, а токенов-то уже нет по сути. Это обычно лежит на плечах разработчика, который должен это поймать, события, и там правильно все подчистить за собой. Ну, не планируете там, если приложение удалили, то там со своей стороны все это там грохнуть, чтобы не было никаких там спам-запросов? То есть при удалении приложения за разработчика подчистить все, что он мог где-нибудь навешать? Ну, я думаю, что если этого даже и нет, то вопрос довольно разумный, поэтому я думаю, что это будет в ближайшее время. Не совсем моя тема, поэтому я не могу с уверенностью утверждать, есть ли это. Давайте еще вопрос. Насколько я понимаю, возвращается из задачи только факт ее исполнения. Верно? Что в облаке, что в коробке. Планируется ли какое-то расширение функционала, потому что большая путаница между сущностью задания и задачей бизнес-процесса. А держите микрофон, пожалуйста, ближе, а то как слышно. Планируется ли какое-то усовершенствование процесса возврата из задачи информации, не только факт ее выполнения, а какие-то, может быть, комментарии, файлы приложены и так далее. Смотрите, здесь же вот в моем примере был факт изменения задачи, не выполнения, а именно ее изменения. А изменение может быть все, что угодно. Это может быть и выполнение, и изменение ее текста, и любые другие какие-то операции. Просто я остальные отсек условиям. Я сказал, что если это не завершение, то я прекращаю работу и не анализирую никак. А в принципе у задач есть, соответственно, если вы вешаетесь на изменения, получаете информацию, что что-то изменено, дальше с помощью REST вы можете запрашивать любые другие атрибуты задачи, чек-листы ее, информацию какую-то, текст этой задачи, и эту информацию выгребать, потом использовать. Так что тут все должно работать. Вы в начале сказали, что недавно обновили, в общем, выложили новую фишу, что можно дочерний процесс запускать из родительского. Вопрос из дочернего процесса параметра можно возвращать в родительский? Результаты его работы, переменные как-то установить? Нет, сейчас они будут независимы друг от друга, то есть он просто запустится и будет работать параллельно, то есть возвращать ничего нельзя. Насчет возвращения мы подумаем. В принципе, кейсы могут быть использованы. Это как первый останавливается, ждет второго, а это как подпрограмма какая-то. Мы об этом кейсе подумаем, я думаю, что в ближайшее время мы что-нибудь такое придумаем. Продолжение следует... Продолжение следует...